Музыка Стендовый моделизм это один из видов хобби, преимущественно хобби мужское, хотя довольно много девушек увлекаются. Появился он по разным мнениям, кто-то считает, что во Вторую мировую, когда самолеты изготавливались, макеты самолетов для того, чтобы опознавать авиацию противника, кто-то возводит его появление к деревянным судам, когда для каких-то высокопоставленных особ демонстрировались макеты кораблей, тех, которые предполагается строить. Но в современном понятии стендовый моделизм в России, в Новосибирске появился где-то в годах 70-х прошлого века, успешно развивается. Его можно характеризовать и как ручное творчество, и как коллекционирование, потому что кто-то собирает готовые модели, кто-то коробки с моделями. Преимущественно, конечно, в моделизме тематика 20-го века представлена. Единственное, наверное, исключение – это как раз парусники и фигуры, миниатюры, которые могут иллюстрировать и, например, античность, и древние века. Что касается остальных объектов, это в основном самолеты, автомобили, танки, космическая техника. Соответственно, все это появилось в 20-м веке, поэтому мы на нем и замкнуты, можно сказать, в хорошем смысле этого слова. Любой человек, который заинтересовался этим направлением, ему достаточно взять набор для постройки, клей, бокорезы и острый резак. Это, по сути, все, что нужно. Если на немного более высоком уровне заниматься, еще потребуются краски. Хотя есть такие наборы, которые не подразумевают окраски, и их можно собирать без использования красочных материалов. Огромный ассортимент всевозможных красок со всего мира. Есть отечественные краски, японские, немецкие. Их можно разделить на две основные категории – это акриловые и нитрокраски. В чем плюс акриловых, они не имеют запаха. То есть, вот для детей, например, если ориентироваться, то, конечно, это оптимальный вариант. Более опытные моделисты, скажем так, старожилы этого хобби, часто приверженцы эмалевых и нитрокрасок, но они зачастую имеют неприятный резкий запах. Буквально несколько дней назад завершился «Новослет-2017». Это мероприятие, которое имеет уже довольно давнюю традицию. Можно сказать, что одно из крупнейших в Сибири, да и, пожалуй, в России. Собирают участников со всех уголков нашей страны – Питера, и Москвы, и Дочиты, и Дальнего Востока. Кроме того, приезжают люди ежегодно из Казахстана, Белоруссии. На прошлом мероприятии был участник из США. Цель «Слета» – выявить лучшие работы. Провести судейство по соответствующим номинациям, когда квалифицированные, авторитетные в своих направлениях моделисты выбирают лучшие работы, привезенные на «Слеты». Фестиваль, он больше направлен на то, чтобы поддержать популярность хобби в самом городе. Иногородние моделисты приезжают в гораздо меньшем количестве, но зато у комитета есть возможность уделить максимальное внимание тем новосибирцам, кто пришел на фестиваль. Вплоть до того, что можно собрать вместе модель, помочь в монтировании каких-то элементов, деталей. Дать совет, консультацию.